Здравствуйте, дорогие друзья! На этой фотографии мой прадедушка Михаил Иванович и моя прабабушка Клавдия Стефановна. Они прошли очень сложный жизненный путь. Уже в 17 лет мой прадедушка был участником становления советской власти, за что потом был награжден множеством наград и вот этими часами в благодарность от Орловского обкома КПСС. Потом сложилось так, что он участвовал в Великой Отечественной войне. Не побоялся, пошел добровольцем. Участвовал в битве под Москвой, за что был награжден медалью. В последующем он участвовал в Курском сражении. Моя прабабушка пробыла Великую Отечественную войну в оккупации, позже работала в тылу. Я очень горжусь историей своей семьи. Но самое главное, мне кажется, награда, я не могу, конечно, выделить лучшую награду, но это, наверное, победа над Германией, потому что это все делалось для того, чтобы мы жили в будущей хорошей, сильной и счастливой стране. Хотел бы рассказать вам о своих прадедах, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Одного из них зовут Иценко Михаил Иванович. Он родился 28 февраля 1918 года в Башкирии, город Гай. Состоял в коммунистической партии. Принимал участие в русско-финской войне, в Великой Отечественной, а также в русско-японской. Во время Великой Отечественной войне прошел полностью блокаду Ленинграда. В мирное время вернулся в Ленинград, подняв участие в восстановлении города, а также при строительстве других городов Советского Союза. Второго зовут Каратая Федор Герасимович. Он родился 5 мая 1909 года. Был призван с города Куйбышев. Служил впоследствии водителем автомобиля. Ему часто приходилось подвозить боевые снаряды, а также секретные документы. По его рассказам, он часто попадал в артиллерийские обстрелы и приходилось проезжать через заменерные поля. На этом все. Спасибо за внимание. Бабушка Славкина Нина Афанасьевна, радистка родосвязи, получила медаль за отвагу. За то, что во время наступления полка 17 сентября 1943 года, работая под огнем противника, обеспечила бесперебойную связь по рации. Во время артполета своим телом она заслонила радиостанцию от летных осколков и вовремя смогла передать боевой приказ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова